Это еще мы были в партизанском движении в Нагорном Карабане, когда мы этот вопрос поставили перед армянским парламентом еще советского периода. И только в 2015 году, после многих конфликтов и так далее, слава Богу, иноцид греков в Турции был принят. Мы никогда не ставили задачу, иноцид каких греков, фонтийских или греков смирных. Для нас все они были одинаковые, греки из Рума, греки Карса, греки Трапезонда, греки смирные и так далее. Друзья, позвольте сегодня кратко выступить. Основной текст заявления, основной текст выступления, он будет в средствах массовой информации и в социальных сетях. А пока на 5 минут я выступлю, и на этом, если кто-то еще захочет сказать слово, пускай скажет. Уважаемые друзья, сегодня исполняется очередная годовщина геноцида греков в фонте. Я не говорю фонтийских греков, это неправильно. Греки фонта. Буду кратко, так как основной текст моего выступления в церкви Святого Саркиса будет опубликован на страницах СМИ и в социальных сетях. Не будем вдаваться в подробности геноцида греков, армян и других наций и народностей в Турции, так как об этом преступлении написано тысячи людей, изданы тысячи книг и защищены сотни тысяч научных трудов. А сам факт преступления известен всему миру. Поэтому, когда мы воспоминаем геноцид греков и армян, мы обязаны почтить память различных наций и народностей, проживавших тогда-то в Турции. В отличие от Турок, мы осознаем, что геноцид народов является одной из мрачных страниц в истории турецкого народа и его государства. В результате указанного преступления в Турции произошла полная дехрекционизация территории этой страны. Погибло более 50 миллионов христиан, а также миллионы арабов, курдов и представителей других народов. По другим, миллионы из них подверглись насильственной ассимиляции. Если и это прибавим, то получится несколько десятков миллионов коренных жителей этой страны, которые подверглись геноцидам. Потому что ассимиляция – это тоже геноцид. Насильственная ассимиляция и исламизация. Власти Турции пять за пятью захватывали наши древние территории, заселяя их варварами пантюркирского толка. За примером далеко ходить не надо. Последнее, что у нас сохранилось в памяти, это оккупация северного Кипра в 1974 году. И всякий раз сильные миры с его признавали политику, свершившегося факта. Что касается Кипра, там была очень маленькая община турецкая, но тогдашний президент архиепископ Макариус разрешил в орган поселиться. До такой степени, что они прородились в несколько сотни и отобрали у греческого Кипра 37% ее территории. И все же, как говорится, убийцы не имеют национальности. С этим можно согласиться, если преступление совершено на бытовой почве. Но когда происходит полномерное, организованное на государственном уровне массовое убийство мирного населения по национальному причину, было бы кое-что перед памятью убиенных армян, греков, ассирийцев, курдов, арабов и других народов не упоминать национальность убийц. Это руководители турецкого государства, турки по национальному. На языке международного права организованные массовые убийства, совершенные одни нации по отношению к другу, квалифицируются как геноцид. Согласно великой христианской мудрости, отраженной в законах европейских стран, убийцы не лишают жизнь, а дают им возможность спасти, если не тело, то хотя бы душу. Даже самые ужасные преступления, может быть, если не забытое, но кто прощен в том случае, если преступник осознал, что всю тяжесть совершенного им деяния не подается. В христианстве это дает ему шанс на спасение души. Думаю, что этот вопрос достаточно освещен и в сурах Корана. Более века Туркия имела возможность за покаяние, однако она не только отрицает совершенные ее чудовищные злые дни, но и продолжает осуществлять политику, которая, по своей сути, мало чем отличается от политики турок-османов. Даже сейчас, как и столетия назад, турки в лице своих лидеров не могут угомониться. Ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Гогейском море. Не так давно президент Туркии Режеф Саид Эрдоган прекратил Грецию баллистическим ракетами Тайфуна. Ответ Эрдогану не заставил себя долго ждать. Греки в лице премьер-министра Мисотакиса ответили за количество. Наш ответ в Турции – это наша бдительность к укреплению вооруженных сил, наши международные союзы, но прежде всего единство нашего народа. Так что пусть соседи прекращают этот анекдотический фейерверк, угрожающий заявление в адрес Греции, рассчитанное до внутреннего потребления турецкой адресы. И вы знаете, сейчас у них идут выборы. Они нас не испугают и не могут поколебать. В конце концов, на угрозы, которые раздаются по ту сторону Гейского моря, отвечает фраза, которая резюмирует силу нашей нации. Охи, господин Эрдоган, вы все знаете, что такое охи. Нет, господин Эрдоган, после этого слова охи, всегда враги терпели поражение. И в начале прошлого века, и в середине прошлого века, во Вторую мировую войну. И скажу это на языке, который, возможно, он лучше всего понимает. Кончайте шутки с Грецией, к нашей стране. Браво, господин Эрдисус Акис. С нами Бог и память наших предков. Аминь. Аминь. Выступающие из Чорбуду.